Доброе время суток. Подскажите, пожалуйста, как поступить? Ощущение, что душа мается, нет покоя. Ощущение, не знаешь, куда себя деть. Пытаешься хоть что-то сделать, чтобы прошел день, за что-нибудь зацепиться. Облегчение приходит ненадолго и опять. Как понять, что хочет душа? Листок с ручкой в руку берешь и ничего не можешь написать. Такое ощущение она уже ничего не хочет. Вот это самое удивительное явление, которое, в принципе, если трактовать или понимать это как информацию, то любое новое к нам заходит именно в таком чувственном состоянии, когда мы не очень комфортно себя ощущаем, потому что настолько застоялись, настолько вот эта пресловутость уже надоела. И то, как вы живете, то с кем, то где, то каким способом или образом вы живете, для вас это уже неприемлемо. Признаться в этом, ну, поверьте, крайне сложно. Обычно начинается признание такое, ну, допустим, если в беседе, то это где-то месяца через два, через три. И то, если бросаешь, знаешь природу, знаешь свойства, знаешь, как человек живет, чуть-чуть ограничение, дверочки открываешь и говоришь, а может так, а может так, а может так. И вот тогда, когда позволено. Ваша основная задачка, есть огромное количество ограничений, которые одеты на вас сверху. И это называется страх наказания, когда в течение длительного промежутка времени вы очень хотели что-то узнать, познать, чему-то научиться. И включить вот это именно взаимодействие с миром, с людьми, самим собой в первую очередь, когда вы точно знаете, доверяете себе, куда идете, чем занимаетесь, что хотите кушать, как у вас день вообще выстраивается. Но в силу навязанности определенных, еще раз вам говорю, стереотипов, алгоритмов, схем, кому как понятнее, калик каких-то, копий каких-то, то настолько это въедается не только в лицо в наше, когда мы или улыбаемся, или такие сварливые буки ходят, чтобы никто не подходил, отпугиваем всех. То внутреннее состояние застывает. И вот когда мы начинаем внутри застывать, и вообще не ощущаем ничего, ничего не чувствуем, и все чувства зажаты, забиты ногами, или руками, или словами, неважно. И это длится достаточный промежуток времени с этого момента, знаете, как птица в клетке. Вот так душа пытается обратить на себя внимание. Вам нужно куда-то выехать на природу, обязательно на природу, куда-то, неважно, на лавочку, ну куда бы то ни было, хотя бы часа на два, на три, лучше на сутки, на двое, на трое. И просто отрешиться от этого мира, который имеет нас как только может, потому что чем больше вариативность присутствует в жизни каждого человека, тем большее количество ограничений он сам себе устраивает. Это очень просто понять. Когда вы заходите и видите многообразие, обратная связь от вас, вы не можете себе этого позволить. Почему и рассеянность внимания приводит иногда к тому, что люди не хотят видеть, теряется зрение, не хотят разговаривать, там нарушаются какие-то функции именно тела биологического. Потому что нет классификатора, нет понимания, почему так или иначе. Как только вы выйдете и все-таки позволите себе хоть цветочки на листочке рисовать, хоть каракули какие-то, хоть какие-то геометрические фигуры, без разницы, занять себя и свои мозги, тогда внутреннее состояние, разум, понимание. Когда вы выйдете из-под этого влияния бесконечного насаждения всех этих как надо, кто такие, как зовут, куда идти, фамилии, имя, отчество, перспективы, культуры, тенденции, все что угодно говорящие головы навязывать для того, чтобы человек не возвращался к себе и не поступал так или не вспоминал, каким он был именно в детстве чистым, светлым и достойным, а для этого нужно отрешиться от этого социума, отрешиться от всех ваших навязанных «хочу» и просто походить, просто посидеть, просто поспать, просто воды там или что-то кушать, то, что вы хотите, неважно что, главное, чтобы вы этого хотели. Немножко остановить свое внутреннее время для того, чтобы вы научились понимать язык собственной души. До этого момента будет стервозность внутренняя или, наоборот, раздражительность, или, наоборот, апатичность, депрессионность, потому что вы не идете своим путем, вы не делаете то, что вам хочется и нравится. Вы находитесь в тех условиях, которые вас тяготят больше, нежели чем дают вам каких-то положительных удовлетворенных эмоций. На три дня, на два дня, хотя бы в парк куда-то попробуйте к себе вовнутрь обратиться и услышать, что же ваша душа, не чья-то, ваша душа пытается вот через такие некомфортные внутренние состояния достучаться до вас. Значит, что-то вы очень серьезно себе гадите, уж простите за слово. Как только позволите услышать, начнут появляться образы, они будут достаточно хорошо знакомы вам. Люди, какие-то ситуации, как явления, какие-то предметы или какие-то воспоминания, которые будут вас на чем-то пытаться остановить ваше внимание. Вот это нужно писать. А не потому что давай писать что-то у меня, давай быстро, пока будешь вариться, давай там что-то писать. Нет, перестаньте над собой издеваться. Вот удивительная история, человек хочет меняться, изменяться, что-то знать, познавать, в чем-то разбираться, но практически никогда себе этого не позволяй. Вот удивительно. Иди туда, стой на месте, иди туда, стой на месте. Я хочу, но сегодня не могу, где-то дня через три, через пять, через год, через десять, и все время вы у кого-то что-то выторговываете. Скидки, халяву, какое-то понимание, какое-то расположение. Вы понимаете, что это уничижает ваше собственное достоинство? Можете, делайте. Будут изменения, будет наложиваться жизнь вне зависимости от того, что происходит. Уловили тенденцию, уловили направление, сможете соответствовать, все получится. А принцип у нас очень простой. Мы или сопротивляемся и говорим «нет» на все и на все, или мы соглашаемся и вот так прогибаемся, и начинаем в голове крутить картину, которая не соответствует тому, как вы себя ведете. Других-то вообще моделей-то практически нет. Две крайности работают. И как только вы понимаете, что все остановилось, прогресса нет, удовлетворенности нет, значит, вы где-то зависли в другой крайности. Выходим в противоположность. В противоположную крайность идем. Противоположность. Когда вы были без конца дисциплинированы, порядок вели, там что-то делали, что-то там без конца делали, 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 приказы выполняли, бегали, там есть честь отдавали, все-все-все. Значит, вы устали. Отойдите от этого. Отойдите, выйдите из ситуации. Тогда будет понимание вообще, ваше это или нет. Или наоборот, негали, жаловат, чем женщины наши на сегодняшний момент были очень сильно озабочены, надеясь, что сейчас это все-таки будет меняться. А потом оказалось, что в 40 лет никто никому не нужен, а на ее место какая-то новая пассия малолетняя как-то там уже занялась и говорит, иди отсюда, старуха-шапокляк. Вот как это работает. И до тех пор, пока вы честно не увидите, именно внутренним взором тот образ, что вас напрягает. Это всегда картинка, это всегда какой-то человек, это какой-то предмет, который вот цепляет, а вы все его как-то, ну не хотите с ним то ли расстаться, то ли наоборот обрести его. Или с человеком боитесь расстаться, а вдруг я там, у меня чего-то не получится. Нет, вы зависли в чужих условиях, правила которых для вас очень и очень тяжело переносимы. Попробуйте так поступить. Нет, приходите, будем разбираться.